привет сноубордисты очередная серия нашего многосерийного фильма обзор сноубордов из магазина сквот москва таганка вир фрирайд алды тут тут алды ты здесь старик ты тут старик у меня для тебя офигенная штука узнаешь дизайн узнаешь это осин оригинал син ребята у нас магазине появилось несколько досок оригинал син что вообще с этим брендом да как бы было стало это один из старейших брендов которые делал доски для фрирайда история бренда начинается в 1991 году и это если вы не знали канадский бренд начал изготавливаться в канаде где-то недалеко от квебека если найти в интернете какую-то историю там написано так интересно хотя бренд из квебека он делался на какой-то фабрике и какой-то там странное название оля французская города рядом с квебеком но такая фигня типа как москва и красногорск допустим то есть типа московский бренд а выпускается на фабрике в красногорске то есть это были совершенно дурная информация зачем я вам сказал не знаю короче бренд оригинал син был очень популярен среди фрирайдеров вот как раз там в 90 и в начале двухтысячных годов свалу тейл который не знаю до сих пор вот все мы катаемся и восхищаемся какими-то технологиями новыми типа ложка в носу они уже в девяносто первом году делали ложку в носу на свалу тейли к сожалению свалу тейл к нам не доехала хотя на самом деле заказал этот бренд именно только из-за свалу тейла то есть я заказал много свалу тейлов и буквально по несколько штучек остальных моделей но так получилось что к нам эти несколько штучек моделей пришли свалу тейл задержался и он приедет к нам хрен знает когда в общем для олдов для коллекционеров это все может подождать до следующего года и так бренд на самом деле сейчас принадлежит канадцу тому самому корону эдисону который делает бренд soul stick который представлен тоже в наших магазинах в общем оригинал син это прям ностальгия ностальгия по старым добрым временам у нас был даже в россии про райдер этого бренда очень известный митя фисенко таракан если кто-то помнит такого я думаю также многие помнят супер дешевые вообще комплекта оригинал sin которые продавались про ну сразу комплектом доска ботинки крепления то был такой как бы комплект для начинающих он был реально самый дешевый на рынке он когда приезжал их продавали просто я не знаю сотнями там в месяц может быть даже и тысячами в месяц ну тогда действительно очень были востребованы самые дешевые комплекты сейчас самым дешевым комплектом вообще никого не удивишь и люди хотят купить что-нибудь интересное а интересного у нас как раз есть что вам показать из того что у нас есть это модель как раз фрирайдная модель это скорее всего женский сноуборд потому что ростовка всего лишь 144 плюс он достаточно мягкий у прям вообще нереально мягкий то здесь наверное четверочка при этом у него нос шире чем хвост есть вырез такой как бы аля свалу тейл ну на самом деле он будет просто легче проваливаться в снег у него есть небольшое смещение закладных назад у него есть ложка в носу то есть это прям фрирайдная доска из 90-х то есть в 90-х уже катались на таких досках которых потом все забыли и сейчас выдают опять что вот тут у нас такие доски все новое это хорошо забытые старые и вот бренд оригинал син это как раз вот хорошо забытый старый бренд интересная доска для девочек которые хотят покататься в павдере она мягкая то есть на ней можно кататься даже начинающим девочкам поэтому пожалуйста приходите у нас такое есть еще одна доска это бисе 158 по форме доски вы конечно видите что это доска для карвинга для бордер кросса и она действительно такая таковой является она жесткая у нее практически нет носа и хвоста 158 ростовка а контактная длина у нее 138 то есть это буквально по 10 сантиметров отдано на нос и на хвост все остальное это обычный прогиб сумасшедший контактной длиной то есть на любом и льду на любом жестко на любых жестких торосах вы будете на этой доске ехать просто как трамвай по рельсам то есть это карвинг это скоростные спуски доска достаточно узкая поэтому так скажем наверное для такого как это современного карвинга она не подойдет но для катания на хороших скоростях когда вы можете развернуть свои крепления достаточно под острыми углами такая доска вполне вам подойдет писси 159 и как вы наверно тоже видите это асимметрик вообще для чего нужен асимметрик да для чего почему люди делали асимметрики это сейчас это не популярные модели сейчас никто практически не делает асимметричные доски но в 90-х очень много брендов делали асимметрики то есть считается как что катание на сноуборде это вообще супер не симметрично да то есть вот на лыжах вот вы стоите вот у вас все симметрично лево право все одинаково а на сноуборде у вас все вот это вот непонятно где лево где право где впереди где сзади при этом когда катаются когда вы катаетесь до закантовываться на передний кант вот если да вы стоите там правой ногой вперед то в передний кант закантовываться проще чем на задний кант и для этого производители решили делать доски с асимметричным дизайном здесь есть надпись hillside то есть для пяток да то есть выкрепление ставите пятками сюда при этом куда вы едете туда или сюда это ваше дело но вот эта сторона обязательно будет сзади и доска действительно асимметричная не просто по форме но и по конструкции то есть задняя часть доски немного мягче чем передняя часть доски так скажем да ну точнее задний кант контактная длина тоже тут разная такая доска предназначена для универсального катания там можно кататься где угодно можно кататься по склонам можно кататься в парке ну то есть такая универсальная доска для катания в горах на каких-то блокальных склонах то есть ну такая подарок для powder наверное она не очень подойдет но есть а естественно этот винтип не очень жесткий наверное где-то между пятеркой шестеркой где-то жесткость у нее ну таких досок сейчас хрен где найдешь вообще любую доску оригинал сен сейчас просто бери и вешай на стенку в качестве музейного экспоната кстати например в том же музее друзей в поляне есть доски original sin но они действительно с тех вот времен еще сделаны вот еще детская доска вот как раз вот такой формы имел с валу тейл классический который приедет к нам попозже это же 120 доска детская направленная почему вот почему вы не учите кататься своих детей не направленных досках почему потому что все думают стереотипами что детям нужна twin tip доска чего он встал и туда и сюда но ребенку на самом деле если он ну катается в какой-то стойке определенной до например гуфи ему проще катиться в одну сторону вот в эту в которой ему легче кататься да там на самокате он вот так вот катается на скейте и на сноуборде тоже самое почему ему надо и в ту и в другую сторону ему в одну сторону легче кататься поэтому и учить детей наверное проще кататься на направленных досках на теория не знаю на практике я не пробовал потому что когда я учил своих детей кататься почему-то никто не делал вообще детских направленных досок были все эти twin tip и и до сих пор также все на них и катаются хотя вот мне например эта теория нравится что когда ребенок у него ну у маленьких детей у них с координацией немножко сложновато поэтому им наверно в одну сторону все-таки будет ехать гораздо легче ну и на такой доске направленный ты больше понимаешь как вообще доска поворачивает как она должна работать для тебя старик original sin нашем магазине представлен причем это сейчас эксклюзивно только в магазине в москве на таганке ну либо в нашем интернет магазине это вот из последних поставок еще из последних поставок у нас приехал отечественный сноубординг джоинт но тут какая-то вообще вакханалия дизайнов и про моделей вот из того что мне понравилось это модель егора чабанова просто не знаю как сказать супер жесткая супер тяжелая но он парень сам ты тоже не маленький сто пятьдесят третья доска для такого мужчины она должна быть такой да она жесткая крепкая чтобы на такой можно было мочить и не сломать ее что у нас еще есть никита сиях есть любите никита сеха тоже любим никита сеха у него какая-то прям тоже вакханалий дизайнов ничего не понятно кто-то обнимает кактус кактусу нравится кактус улыбается есть девочковая доска тоже очень красивая алмунтайн доска она кстати мягенькая хорошие прям как раз для девочек или вот еще такая доска с каким-то фотографическими картинками они красивые доска тоже да тоже красивая кстати цены ну так гораздо ниже средние по по больнице в среднем по больнице цены конечно гораздо ниже но вот эта доска тоже очень жесткая жесткая для таких прям умеющих райдеров то есть joint делает доски рассчитанные на прям такую публику умеющую кататься собственно все наверное да из всех новинок которые к нам приходили последние этого вот я вам все рассказал приходите наш магазин на таганку подписывайтесь на наш канал потому что дальше будет больше всем спасибо за внимание пока встретимся на склонах а а